В Губинском районе простились шехидам, прапорщикам вооруженных сил Азербайджана Балаевым Уханом Видадеуглы. Он был предан земле в родном селе Алпан Губинского района, передает канал 13 со ссылкой на репорт. В церемонии похорон приняли участие родные шехида, глава исполнительной власти Губинского района Зиаддин Алиев, руководители правоохранительных органов района, жители села и представители районной общественности. Сложенный трехцветный флаг, обернутый вокруг гроба шехида, был передан близким погибшего главой исполнительной власти Губинского района. Всемирно известный фотограф азербайджанец родом из Тибриза Риза Дегати представил на своей странице в Facebook очередное свидетельство армянского вандализма, воспобожденном от оккупации Агдамском районе. В своей публикации фотограф отмечает, что вандализм культурного, духовного и религиозного наследия недопустим, подчеркивая, что видел подобное в различных конфликтах. Он отметил, что за последние дни в Карабахе армянами были разграблены кладбища, сожжены дома, а мечети превращались в амбары. В подтверждение своих слов Дегати приводит снимки мечети 18 века в селе Гиясы Агдамского района, которая в течение трех десятилетий оккупации использовалась армянами как коровник. Когда азербайджанцы обнаружили мечеть, здание было заполнено коровьим навозом. Перед выездом из региона оккупант взял, что мог, и сжег мечеть, рассказывает фотограф, подчеркивая, что реконструкция и восстановление мечети будет долгим процессом. Распространились сделанные военнослужащим азербайджанской армии кадры с тюрьмы в Шуше, где ранее содержались взятыми армянами в заложники Дельгам Аскеров и Шахбас Гулиев. Видео дает наглядное представление об ужасных условиях, в которых они здесь удерживались долгое время. Напомним, что накануне Второй Карабахской войны Дельгам Аскеров и Шахбас Гулиев были вывезены из Шушинской тюрьмы. По данным сотрудников Международного комитета Красного Креста, они были доставлены сначала в Горис, а спустя некоторое время в Ширак. Российские военнослужащие медицинского отряда спецназначения развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении Минобороны Российской Федерации. Ведомстве уточнили, что модули военного госпиталя развернуты на территории аэропортов в городе Ханкинде. Специалисты организуют медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказание необходимой помощи населению. Госпиталь готов разместить до 40 человек. Напомним, что в регион прибыли более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 из Хабаровска в Ереван. Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения в Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств. Готовится новый план действий по разминированию освобожденных от оккупации территории Азербайджана. Как передает канал 13, об этом 30 ноября заявил на пресконференции директор национального агентства по разминированию территории Азербайджана Газанфар Ахмедов. Агентство осуществляет работу, используя высокие технологии. Кроме того, готовится план действий по разминированию освобожденных территорий, будет закуплено специальное оборудование. В настоящее время Анама располагает с шестью машинами для механического разминирования, пять из которых – производство Словакии, а одна – Хорватии, сказал он. По его словам, 27 сентября по 30 ноября 2020 года сотрудники Анама провели 1543 неотсложных операций на основе 2061 сигнала оперативного вызова. За этот период обнаружено 727 неразорвавшихся боепогревасов, 4330 противопехотных мин, 1110 противотанковых мин, 1743 взрывателя противотанковых мин, 76 детонаторов, 1393 суббоеприпаса 9Х-235, 10730 патронов различного калибра, две газовые гранаты, 168 грамм черного пороха, 27 метеорологических радиопеленгаторов для военных целей, 7 беспилотников, 2 микросхемы к ракетам и 1643 неразорвавшиеся части ракет, сказал глава агентства. Он также отметил, что в ближайшее время на освобожденных от оккупации территориях, в первую очередь от неразорвавшихся боеприпасов и мин, будут очищены дороги. И с этой целью он обратился к гражданам с призывом не посещать до этого времени освобожденные территории. Ахмедов отметил, что в ближайшее время будут созданы условия для того, чтобы граждане Азербайджана смогли поехать на родные земли. Кроме того, директор АНАМА призвал граждан в случае обнаружения неизвестного объекта немедленно сообщить службу 102 на горячую линию МЧС в управление внутренних дел района или города. Сейчас у нас достаточно много больных, подключенных к ИВЛ и находящихся в критическом состоянии. У перенесших COVID-19 образуются антитела, но антитела формируются вовсе не у всех больных. Как передает канал 13, об этом сказала заведующая банком крови, руководитель рабочей группы по микробиологии объединения по правлению медицинскими территориальными подразделиями Азербайджана Табиб Гумрал Аликперова. По ее словам, у переболевших коронавирусом больных, в крови которых вырабатывались антитела к этому заболеванию, берут иммунную плазму, которую переливают тяжелым больным. Все, кто в возрасте от 18 до 60 лет перенес болезнь, могут стать донорами спустя 14 дней после перенесенного заболевания. Нерожавшие женщины также могут стать донорами. До сих пор к нам обратились около 180 граждан со всей страны, пожелавших стать донорами. У 100 из них была собрана иммунная плазма и перелита 238 больным. Аликперова отметила, что процесс абсолютно безболезненный и безопасный. Иммунная плазма собирается в закрытых стерильных условиях. Эффективность этого метода лечения была доказана при первой волне пандемии. Если обратить внимание на динамику заражения вирусом, видно, что тысячи человек излечились от инфекции. Специалисты говорят, что выздоровевшие без колебаний могут стать спасителями других больных. Революция, произошедшая в Армении в 2018 году, когда была свергнута власть идеологов-исполнителей оккупации территории Азербайджана, власть военных преступников, душивших армянское государство с конца 90-х годов, ради сохранения статус-кво в Нагарном-Карабахском конфликте, должна была привести к установлению мира на Южном Кавказе через окончательное решение проблемы Карабаха дипломатическим путем. Новая власть Николы Пашиняна и его команды могла это сделать, но вместо того довела ситуацию до новой войны. Об этом в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа сказал экс-глава Центробанка Армения Баграт Асадриан, передает канал 13. По его словам, у пемьера Пашиняна были все возможности заключить мир с Баку еще в 2018 году. «К Николу Пашиняну у меня единственная, но кардинальная претензия в том, что он уже 2-2,5 года назад, придя к власти, должен был немедленно идти на мир. Тогда бы не произошло этой войны», – подчеркнул он. Баграт Асадриан обратил внимание, что такова позиция многих граждан Армении с поколения, строившего республику в 90-х годах при президенте Ливонит терпит россияне. «Это принципиальная позиция. Я из того поколения, которое после Первой войны, после установления перемирия, стремилось к миру с Азербайджаном. Тогда наши требования были отвергнуты известными политическими силами», – напомнил он о том, как карабахский клан во главе с Робертом Качаряном расправился с настроенными на мир армянскими политиками, физически уничтожив 27 октября 1999 года, пемьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчана. Иранские парламентарии предложили ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в Иране в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как передает канал 13, об этом заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов. По его словам, иранские парламентарии настаивают на прекращение применения ДОП-протокола в стране, также они призывают ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ. Ульянов считает, что мотивы иранцев понятны, но ДОП-протокол отвечает интересам всех сторон, включая Тегеран. Напомним, что вооруженные люди 27 ноября атаковали ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в провинции Тегеран. Он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахряри 29 ноября 2010 года. Тегеране считают, что к покушению на него могут быть причастны США и Израиль. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что гибель Фахризаде не замедлит развитие иранской атомной отрасли. Вице-президент Ирана и глава организации атомной энергии страны Али Акбар Салихи, комментируя последнее событие, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.